Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке пообещал удерживать ставку рефинансирования близкой к нулю до 2014 года и продолжить практику приобретения долговых обязательств. Тем самым он подтвердил приверженность к борьбе с дефляцией. Однако, полагают российские аналитики, действия ФРС не способны разогреть мировую инфляцию настолько, чтобы продолжилось дальнейшее укрепление рубля. В сообщении ФРС отмечается, ведомство признаёт, что экономика расширяется умеренно, рынок труда продолжает развиваться, а уровень безработицы снизился за последние месяцы, но остаётся повышенным. Именно из-за этого «но» ФРС так неохотно обращается к своим резервам в финансовый кризис. «На рынке появилось множество рабочих мест», – отмечает экономист Роберт Бруско. «Из доклада аналитиков ADP видно, что больше стало рабочих мест в частном секторе. Мы знаем, что уровень первичных обращений за пособием по безработице высок, но рост ВВП, как и потребительских расходов, только-только начался». Последний доклад аналитиков отражает также хорошую динамику розничных продаж. Однако для ФРС важно подтверждение устойчивости восстановления экономики, прежде чем ведомство изменит свою денежную политику. «Как подчёркивает Роберт Бруско, риск непредвиденного развития событий остаётся. Рост экономики может замедлиться. Не думаю, что именно это сейчас и происходит. Но если вы Бернанке и от вас зависит выбор пути, это добавляет вам осторожности и желание быть очень-очень уверенным, прежде чем объявить, что теперь вы пойдёте другим путём», – говорит эксперт. Некоторые наблюдатели ФРС уже сегодня держат пари на то, что если и дальше будут расти розничные продажи, укрепляться рынок труда и начнёт разогреваться инфляция, Бернанке и его команде, возможно, придётся пожертвовать своей сверхдешёвой денежной политикой уже нынешним летом. Российские аналитики, однако, высказывают другие опасения. Они полагают, что курс доллара всё же будет укрепляться по отношению к рублю. Как отмечает аналитик Альфа-банка Дмитрий Долгин, денежная эмиссия в США нацелена на борьбу с дефляцией и не сможет разогреть мировую инфляцию до таких пределов, чтобы рубль стал более привлекательной валютой. К концу года, по мнению представителя Альфа-банка, курс доллара может вырасти до 33 рублей. Хотя, возможно, и курсовые колебания. Например, в случае возврата в Россию части капиталов, выведенных из страны в преддверии президентских выборов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова